В самом сердце Староскольского села Федосеевки появился храм культуры. Этого момента с нетерпением ждали более четырех с половиной тысяч селян. Строительство нового центра длилось с апреля прошлого года. Мера была вынужденная. В фойе Старого дома культуры стало слишком тесно. Танцы, выставки, кружки уже не могли принимать всех желающих. А кабинет директора и вовсе служил и раздевалкой, и гримерной, и классом для занятий. Не было даже отопления и горячей воды. Грустно было на это все смотреть. Территория Федосеевска очень большая, динамично развивающая, очень много молодежи. Теперь молодежи есть где развернуться. Помещение почти в 550 квадратов. Зрительный зал на 250 человек, сцена вдвое больше прежней. Большой танцевальный класс, класс декоративно-прикладного творчества и детская игровая комната. Сказать, что здесь будет все, это ничего не сказать. В новом центре культурного развития будет работать 15 различных направлений. Спорт, вокал, танцы, инструментальная, современная и народная музыка, шейпинг, лечебная гимнастика. И будет даже, наверное, своя рок-группа. Ребята, расскажите, что у вас здесь за движуха? Репетируем, играем. Это наша группа, мы решили порепетировать и поиграть. А как группа называется? Еще никак. Пока что никак. Главное, что работает. Девчонки, а что у вас здесь происходит? Мы делаем кукол-зерновушек. А что такое кукла-зерновушка? Кукла-зерновушка – это оберег в крестьянской семье. Она олицетворяла хорошие урожаи в семье. И также она набивала зерном. А это вам. Спасибо. Без подарков в этот день никто не остался. Благодарности строителям, сладости детям, новые компьютеры центру и ключ от всех его дверей директору. В строительство было вложено 32 миллиона рублей. Это средство депутата Госдумы Андрея Скотча. Всего же с его помощью с 2020 года в регионе появилось 75 социально значимых объектов без малого на 2,5 миллиарда рублей. Из них 850 миллионов было направлено в Старо-Оскольский округ. Реконструированы, построены заново коммунальные инфраструктуры, дороги, водонапорные разветвления, которые также необходимы для нашего населения. И вот этот объект, он тоже итог нашей совместной с вами работы. Такие объекты украшения всей Белгородской области. По весне территорию центра озеленят и посадят цветы. А еще благодаря участию в проекте «Единой России» артисты Федосеевского центра теперь смогут давать профессиональные концерты. В этом им поможет самое современное свето-звуковое оборудование стоимостью в 5,5 миллионов рублей. Александр Сашнев, Сергей Олегферт. Такой день на мире Белогорья.